день добрый дорогие друзья мы продолжаем вот этот нашим аналоги о здоровье связанные с диабетом вот прошлую нашу встречу я закончил на том что нам нужно с вами уже как бы сформировать вот этот этап относительно голода мы все с вами разобрали мы разобрали травмы мы разобрали контрастные души что еще хотелось бы добавить в этап относительно голода он получается достаточно нагрузочным и заметьте каждая процедура которую мы с вами в этап относительно голода вводим обладает определенным сахароснижающим действием и вот заметьте один момент я снова возвращаюсь к началу нашего с вами монолога тогда когда я вас просил делать вот эту самую процедуру помните да переливание такое своеобразное воды из стаканчика из емкости в емкость стаканчиком стаканчик для чего для большего насыщения воды кислородом и вот почему дело все в том что усвоение кислорода клетками нашими да вот основного энергетического сырья что ли для себя глюкозы она возможно только после того как глюкоза окислится вот этот процесс окисления и глюкоза произойдет а это может происходить только тогда когда у нас с вами внутри достаточное количество кислорода а мы все находимся в состоянии гипоксимии то есть недостаточности кислорода особенно это касается жителей городов поэтому вот эта процедура становится для вас очень важной вот в одном из последних изданий сейчас наверное это название я не вспомню так сказать был такой своеобразный отчет доктора эндокринолога который заведует отделением диабетическим здесь в москве и где он как раз именно на эту проблему проблему насыщения кислородом нашего организма обращает особое внимание мы с вами перебрать кислорода перенасытить себя кислородом не можем потому что это тоже очень серьезная проблема к великому счастью вот эта процедура которой я вам рассказывал она не может привести к гипер-оксигенизации то есть гипер насыщению кислородом никак не может а потому что гипер сверхвысокое насыщение кислородом крови может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до отравления. Поэтому вот в эту сторону, как вам сказать, ваши мечты не надо направлять. Не надо, потому что можно себе достаточно серьезно навредить. А главное, вот хотя бы чуть-чуть добавлять кислорода вашему организму. И тогда опять вот этот процесс усвоения глюкозы крови клетками нашими, перенос глюкозы в клетку будет осуществляться более динамично. И, соответственно, мы с вами опять уровень сахара крови будем понемножку снижать. Вот на это, пожалуйста, обратите внимание. Это очень серьезный момент, и мы, так сказать, о нем с вами должны помнить. Ну, как же нам с вами... Есть еще одна процедура, пожалуй, о которой имеет смысл мне вам сейчас рассказать, прежде чем мы с вами распишем уже этот вот этап относительного голода. Смотрите, очень важно, с учетом того, что, как правило, начинают люди заниматься реабилитацией своего здоровья при диабете, тогда, когда уже жареный петух клюнул. Потому что до этого момента вроде как ничего. Ведь наши враги, настоящие враги, формируются и живут, начинают жить внутри нас незаметно для нас. Мы с вами не ощущаем этих моментов зарождения нашего врага какого-то, в том числе, скажем, сосудистых каких-то изменений, развитие атеросклероза диабетического, или проблем, связанных с нарушениями функции почек, или, так сказать, то, что у нас начинает потихонечку формироваться облитерирующий эндортериит. Ноги наши начинают страдать, нам становится тяжело ходить, боли появляются. И все это через какое-то время. Вот эти вот уже симптомы явные. Мы с вами замечаем тогда, когда они уже сформировались, когда они уже начали. А вот тот момент, когда они только-только начинают прорастать внутри нас, мы, как правило, не замечаем и не обращаем на это внимания. Вот в чем беда-то. Понимаете? То есть, по сути, программа, которую я сейчас для вас формирую, эта программа очень нужна для тех, кто уже, кто, по крайней мере, понимая, что у него диабет, должен понять, что он должен застраховаться от этого самого случая, застраховаться. Не дать развиться тем последствиям, которые приведут к потере зрения, к потере ног, к инфаркту, инсульту или каким-либо другим большим неприятностям. Очень большим. Понимаете? То, что будет сокращать нашу жизнь. Ведь, понимаете, сокращает нашу жизнь, ну, наверное, все-таки диабет. Но воздействие диабета на организм мы можем с вами предвосхитить и остановить, не дать им развиться. Вот это самая главная проблема. Поэтому то, что я сейчас говорю, конечно, в первую очередь относится к тем людям, которые, ну, скажем, обнаружили у себя диабет того же самого второго типа. Ну, скажем, уже достигнув определенного возраста. И не очень понимают, что с ними может происходить дальше. Ведь не будем забывать о том, что и сахароснижающие препараты, которые назначаются доктором, и все, все лекарственные средства, которые мы используем, они имеют свои побочные действия. И побочные действия, это в силу того, что при диабете мы эти лекарства практически принимаем постоянно, в течение лет и лет, да, эти побочные действия будут накапливаться. Вот об этом-то мы как-то с вами забываем, машем рукой на это, и все. Или еще хуже. Мы с вами считаем, что раз мы лечимся, раз мы принимаем таблетки, то у нас все будет хорошо. А нет, так не получается. К сожалению, великому вот в конце 20-го века, в середине 20-го века прошлого, считалось, что как только инсулин появился, то проблема диабета оказалась решена. А не решена. Не решена. И все неприятности, от которых когда-то умирали люди скоропостижно, имея, так сказать, как основное заболевание диабет. Ведь срок жизни когда-то диабетика был всего лишь 2-3 года. Понимаете? А сейчас десятилетиями по 20, по 30, по 40 лет люди живут, соблюдая режимы. Живут как раз те, кто очень внимательно и точно относятся не только к режиму приема лекарств, но и к режиму содержания себя. Вот это самое главное, то, о чем мы с вами должны помнить. Итак, смотрите. Какую же процедуру я хотел вам напомнить. Причем эта процедура будет хороша и для тех, еще раз говорю, кто находится в начальной стадии диабета, и для тех, у кого эти нарушения уже есть. И избыточный вес, и гипертония диабетическая, да, уже с формирующейся сердцем или нарушением мозгового кровообращения, или, так сказать, нарушение, скажем, работы почечных клубочков, да, и формирование гламирола нефрита, почечной недостаточности хронической. И, так сказать, для тех, у кого формируются уже, появляются вот эти неприятные ощущения в ногах, да, когда ноги начинают болеть и говорить нам, вот мы очень сильно устаем, помоги нам и прочее. Вот эта процедура вот какая. Это ванны для рук и для ног. Лучше их делать одновременно. То есть тогда, когда вы делаете эту ванну ножную и ручную, не погружая тело целиком в ванну. Только ручные и ножные ванны. Для людей, которые находятся в начальной стадии диабета, то есть тогда, когда у них только этот процесс начался, я бы больше рекомендовал сразу перейти к скипидарным ваннам. А вот для людей, которые уже там имеют там 5-10 лет стажа диабетического, я очень советую начать этот цикл восстановительный, сосудистый восстановительный, реабилитационный цикл, именно с этих ванн. Значит, как это делается? Делается все очень просто. Наша с вами начальная температура воды всегда 36-37 градусов. Почему я говорю, что не 37 точно или 36 точно? По одной простой причине. Есть мерзляки, люди, которым 36 – это очень холодная вода. И у них уже от этого начинается некоторый такой внутренний стресс. Поэтому лучше, если они будут делать эту процедуру с 37 градусов. А есть люди, которые как раз больше любят более прохладную, там 36 и ниже. Вот 36 будет температура хорошая для них. То есть вы наливаете, помните, пожалуйста, что для ног ванна должна быть объемом, так, чтобы вы могли погрузить ноги по колено. По колено. Вот в саму эту ванну. Значит, нужно или большое ведро какое-то, так сказать, для этого, там, литров на 10-12. Или, так сказать, тазик какой-то высокий. Так, чтобы все-таки ваши ноги были погружены в этот раствор по колено. И должна быть ванночка, которую можно положить на колено или перед собой на какой-то столик такой, так, чтобы было удобно. Должны быть погружены по локоть. По локоть. То есть вся вот эта часть должна быть погружена в этот раствор. Трудно эту процедуру делать только тем людям, кому надо обязательно как-то вот успевать подогревать воду. Так что волей-неволей придется немножко эту процедуру прерывать. Но даже и это все равно, так сказать, будет вам очень здорово помогать. Как они проводятся? Вы наливаете воду температурой 36-37 градусов, как мы с вами договорились. И в каждую эту ванночку надо добавить чайную ложку желтой эмульсии. У диабетиков, как правило, не бывает низкого давления. Диабетики, как правило, гипертоники, не гипотоники. Поэтому основная эмульсия, которую мы используем вот в этих процедурах, желтая – та эмульсия, которая понижает давление, понижает, помогает организму справиться с высоким артериальным давлением. Вот об этом мы с вами не забываем. Если у вас нормальное или близкое к нормальному артериальное давление, ну, скажем, до 140, можно использовать, безусловно, всё равно это желтая эмульсия, но можно использовать и смешанную. И смешанную. Помня о том, что желтая эмульсия чистит наши сосуды, восстанавливает их проходимость, да, вот как бы внутреннее пространство сосудов очищает. А белая эмульсия тонизирует наши сосуды, тренирует наши сосуды. Вот это очень важно. Очень важный момент. А дальше всё очень просто. Вы погружаете ноги и руки в эту ванну и проводите эту ванну. Она длиться не должна долго, она будет длиться 12-15 минут всего. Единственное, что нужно сделать. Вот вы погрузили ноги и руки в воду, и засекли обязательно время. Прошло 3 минуты. 3 минуты времени. И как ни странно, температура, так сказать, раствора, в который вы погрузили руки и ноги, она понижается. Естественно. Значит, нам нужно поднять температуру этой воды. Вот вы берёте горячую воду, очень горячую, да, здесь можно, ну, аккуратно так, чтобы не обжечь себя, естественно. Или, так сказать, кто-то вам помогает в этом, берёт горячую воду и доливает. Почему я советую всегда эти процедуры делать в ванной комнате, да, прямо в самой ванной. Не обязательно ведь нам ложиться, заполнять ванну водой, а просто вот быть на ней, на скамеечке какой-то придумать, понятно, с тем, чтобы вот эта лишняя вода, она стекала. Вот смотрите, что вы делаете. Вы долили, скажем, 2-3 литра горячей воды, горячей воды, вот в эту ванну, первый раз. И подняли температуру раствора до 37-38 градусов, то есть на 1 градус всего. На 1 градус всего. И вот при этих 37-38 градусах вы пробыли 5 минут. Вот смотрите, 3 минуты, плюс 5 минут, которые уже 8 минут. У нас с вами остается на подчерез 5 минут мы с вами добавляем снова горячую воду, да, при этом желательно, желательно добавить не только горячую воду, подняв температуру еще на 1 градус, это будет 38-39 градусов, да, температура вот этого раствора. Но еще желательно, желательно вот в этот момент добавить буквально по половинке чайной ложечки, то есть буквально по 10 капель вот этого желтого раствора снова в тот и вручную, вручную емкость для рук и в емкость для ног добавить. Потому что концентрация эта скипидара у нас с вами снизилась, снизилась. Нам ее нужно немножко поднять. И вот при последней, будем считать, это последняя температура, 38-39 градусов, это последняя температура, при которой мы с вами проводим эту ванну. Должна быть 4 минуты, всего 4 минуты. Вот этот последний этап должен длиться не более 4 минут. И таким образом, у вас вся ванна будет занимать 12 минут. После того, как вы закончили эту процедуру, соответственно, обязательно оденьте теплые, надо промокнуть ноги, руки, одеть теплые носки, обязательно, руки, длинные рукава спрятать, с тем, чтобы они не остывали. И вот в таком виде лечь в постель. Лечь в постель, ну, хотя бы на полчаса, минут на 40. Полежать. Полежать. И очень хорошо, если в этот момент к ногам вы положите грелочку. Грелочка должна быть температурой не более, ну, 40 градусов, не более. Она должна быть теплой, по ощущению. Она не должна обжигать. Она должна мягко воздействовать. Я почему вот об этих вещах всех предупреждаю. Смотрите, и температура у нас с вами небольшая, 38-39. Да, и грелка у нас с вами небольшая, 40 градусов. Это, в общем-то, ну, чуть-чуть обогревающая грелочка. Но, дядь, почему это так? Потому что мы с вами редко когда знаем о тех нарушениях, которые уже произошли в крупных наших сосудах. В какой стадии находится у нас с вами атеросклероз? Мы редко с вами, так сказать, по-настоящему знаем, какова ситуация с вашей ишемией, да, с больным сердцем. Мы редко знаем, что у нас там происходит с мозговым кровообращением, ну, и так далее. Я могу все это до конца перечислять. Нам ведь важно, чтобы мягко, не, как вам сказать, не грубой лопатой, да, а мягко, щеточкой археологической, наши сосудики расчищать и помогать им жить. И добавлять им вот тот самый маленькую порцию кислорода, который поможет нам с вами жить. Вот такие процедуры надо делать, ну, по крайней мере, через день. Через день. очень, очень, как вам сказать, высокий уровень успеха вы, у вас будет тогда, когда вы будете хотя бы первые, вот первый этап, о котором мы сейчас с вами и говорим, вы проведете в достаточной степени точно. Вот эту войну реабилитационную с вашим диабетом и с последствиями диабета, да, мы не должны вести нахрапом и наскоком. Очень важно здесь соблюсти точность. Понимаете, можно ведь, ну, если учесть состояние вашего сердца, учесть состояние ваших сосудов, почек, ног, да, можно ведь не обязательно достигать максимальных величин там температурах. Скажем, практикующие врачи, занимающиеся капилляротерапией по Залманову, они предпочитают вот эти схемы при проведении эскипидарных ванн, ванн со эмульсиями по Залманову, рекомендуют температуру до 42-43 градусов. Все зависит от степени уже имеющегося поражения. Если это поражение высоко, да, уже высокая степень ишемической болезни сердца, высокая степень нарушения кровотока, высокая степень облитерации, так сказать, сосудов ног, высокая степень поражения почечной ткани, то тут нельзя сразу добывать большие, так сказать, брать большие температуры по одной простой причине. Можно сорвать ритм сердечный, а это может вообще привести к очень тяжелым последствиям. Это все стрессовые ситуации, поэтому надо обязательно себя страховать. Поэтому длительность вот этих ванн, она остается в пределах этих 12-15 минут, о которых я сказал, да, но надо провести именно их, не хвататься сразу за общие скипидарные ванны, хотя мы без них не обойдемся. ну вот, и теперь самое главное, о чем я еще пока не сказал, на физические нагрузки. Опять я напоминаю вам, первое, значит, да, никогда не забывайте работу с диафрагмой. Подняли, да, втянули живот максимально настолько, насколько возможно и медленно выдохнули. Помните, губы трубочкой и воздух выходит спокойно. Вдох через нос, выдох через рот, но спокойно и трубочка, губы должны быть плотными, она как такой вот сифончик, через который так сказать, организм ваше тело как бы выталкивает немножко воздух, надо ему чуть-чуть в этом помогать. То есть, вот здесь, вот на губах, вы должны чувствовать некоторое напряжение. Вот этот выдох обязательно. Вот сколько времени надо делать такую гимнастику диафрагмальную. То есть, вот этот самый лимфодренаж, который нам с вами очень нужен и нормализацию работы венозного сердца. Так, чтобы заставить все-таки проходить так сказать, ну, как вам сказать, кровь через все сосуды дистальные, периферические, особенно через ноги. Особенно ноги. Помни о том, что ноги при диабете, так сказать, венозная, сосудистая система ног, она очень и очень серьезно подвержена очень серьезным изменением и очень неприятным для нас с вами изменением при диабете. Поэтому вот это вот диафрагмальное дыхание, да, мы делаем вдох, выпячиваем живот, да, при этом, значит, у нас с вами диафрагма опускается вниз, и мы с вами выдыхаем через рот, через губы, подтягивая диафрагму, вот эту, научитесь делать эту гимнастику каждый день хотя бы два раза, всего лишь хотя бы, хотя бы по пять минут, вы просто через неделю почувствуете, вам становится легче, и вам становится легче вашим ножам. Движение лимфы усиливается, поэтому метаболический сброс вот тех самых шлаков, он будет происходить активнее, начнется очищение организма. вот что не забывайте. И тогда как у нас с вами получается физические нагрузки, что у нас еще получается? Значит, это общепризнанный факт, я ничего нового здесь не открываю, тогда, когда вам говорю о физических нагрузках, потому что это первое, о чем скажет одно из первых, о чем вам скажет доктор, тогда, когда вы придете к нему на прием к эндокринологу или терапевту, который занимается вами, неважно, но она обязательно скажет, что соблюдение диеты и нужны физические нагрузки, и это не просто так, потому что физические нагрузки, мышечные усилия, они ведь требуют от нас дополнительной энергии, нам нужна энергия, чтобы наши мышцы как следует работать, чтобы были нагрузки выполнить эту работу, на это требуется энергия, а для того, чтобы была энергия, требуется глюкоза, понимаете, поэтому тогда, когда мы усиливаем мышечную нагрузку, мы сжигаем лишний сахар крови, сжигаем его, это очень важно, очень важно, причем тут не надо стремиться к каким-либо запредельным физическим нагрузкам, нет, я отдаю себе отчет в том, что люди, которые будут заниматься этой программой, я надеюсь, они не все в равном состоянии, кому-то уже много лет и тяжело, и кто-то уже много лет вообще, так сказать, еле-еле движется, чуть-чуть там поднимает себя, перекладывает на место, что называется, да, некоторые вообще перестают двигаться, перестают даже выходить из дома, и такое есть, всякое, понимаете, а есть люди, которые еще пока, так сказать, ничего себе, и пробежаться могут, и пройти, так сказать, достаточно большое количество времени, но не делают этого, а это очень важно, вот первое из физических нагрузок, что нужно будет нам с вами, это ходьба, ходьба плюс бег, если вы можете пробежать трусцой, что называется, легкий бег, вот я помню, как Николай Михайлович Амосов у себя в Киеве, мы тогда снимали этот момент, да, утром, где-то половина шестого утра, да, открывалась дверь, еще, вот я наблюдал эту картину, это была осень, глубокая уже, половина шестого утра, еще темно совсем, туман такой, чуть-чуть горят вот так проблескивают фонари, открывается дверь парадного, и вот в таком у него был такой колпачок спортивный, очень похож на колпачок доброго гнома, и выбегает Николай Михайлович, и побежал по своему кругу, который занимал не много, не мало, я боюсь соврать, но это было не меньше шести километров, и вот так вот легко он себе бежал, бежал, при этом имея очень серьезные нарушения и сердце, вы знаете, у нее и кардиостимулятор стоял, а это все нагрузки, нагрузки, которые заставляют работать организм, потому что эта ситуация, вот которую мы сейчас с вами рассматриваем, эта ситуация, он называл эту ситуацию детренированностью, и это на самом деле так, нас ведь убедили в том, что вообще беспокоиться особо не надо, ну, можно бегать, можно не бегать, можно ходить, можно не физические нагрузки, а могут и не быть физические нагрузки, инсулин, колен, сахароснижающие, так сказать, мы принимаем, но ведь нас не предупреждают о том, к чему может привести, да, вот такое вот постоянное стабильное применение лекарственных средств, ведь о побочных действиях нам, как правило, не говорят, понимаете, а вот комплекс этих побочных действий, да плюс побочные последствия развития самого диабетического процесса приводит к тому, что нам потом начинают резать ноги, вот чем дело-то, вот начинать надо, если вы не можете бежать, я очень даже себе представляю эту ситуацию, очень тяжело, если вы не можете бежать, значит, идти, не можете идти энергично, идете так, как можете, с остановками, с отдыхом, можете, значит, энергично, в одном ритме, следя за дыханием, как положено, идете, но вы должны проходить 3-4 километра в день, вообще-то до 80 километров в день надо проходить диабетику, или пробегать, и пусть это никого не удивляет, именно в этом, извините, зачастую кроется наше спасение, теперь, это первое, ходьба, чем ходить-то ведь можно, но не можете выходить из квартиры, но в квартире-то передвигаться вы можете, держась за стенку, за спинку дивана, ходить, ходить, туда, обратно ходить, помню только при этом, что нужно обязательно, все-таки, чтобы форточки в вашей квартире были открыты, с тем, чтобы туда поступал свежий воздух, чтобы вот этого затхлого пространства, затхлого воздуха, не было, чтобы вот это освежение воздуха все время происходило, это очень важно, очень важный момент, и вот тут, во время этой ходьбы, я прошу прощения, значит, вот такой вот насыщенной водички надо приготовить с тем, чтобы вы не стаканами, а глоточком, глоточком смачивали себя, помогали вашим организмам, что к чему это еще приведет, вот об этом ведь никто не говорит, на самом деле так, почему, так сказать, уровень кислорода так важен, ведь тогда, когда мы с вами начинаем физически двигаться хотя бы, я уж не говорю о нагрузках, о работе, да, у нас сразу возникает потребность усиления кислородного обеспечения организма, да, кислорода требуется больше, для наших мышц, да, и мы дышим глубже, да, и, так сказать, воздух потребляем больше, вот это мы знаем, для чего, для того, чтобы усилился приток кислорода, который очень мы, чтобы этот гликоген сгорал, чтобы мышцы имели энергию, чтобы они могли работать, понимаете, а раз это так, тогда, значит, роль-то кислорода, она совершенно особая, и некоторые исследователи считают, что именно за счет притока кислорода, усиленного притока кислорода, и происходит снижение сахара до крови при физических нагрузках, вот ведь какая интересная вещь, смотрите, сколько потрясающих вещей, механизмов придумала природа внутри нас, важно вот сегодня, тогда, когда все эти механизмы оказались, ну, уже достаточно изучены, известны, все, принять и использовать их, да нет же, мы с вами не такие, мы с вами аристократы, нам ходить, бегать, прыгать, что это вообще такое, приседать, это разве возможно, да, у нас же есть с вами инсулин, у нас есть с вами манинила или там чего-нибудь еще, да, так вот мы спокойненько принимаем эти таблетки и все, и вроде как нам хорошо, а потом начинаем думать, боже мой, да что же такое, что происходит-то, почему жить не хочется, почему так плохо мне, да, почему у меня вдруг ноги начинают болеть, почему у меня вдруг с почками какие-то проблемы, сахар в моче появляется, это, понимаете, да, потому что мы замедляем процесс развития диабетический, конечно, диабет, конечно, замедляет, конечно, и мы поддерживаем уровень сахара, глюкозы, конечно, значит, соответственно, мы уровень разрушения организма снижаем, конечно, снижаем, но это не значит, что мы его останавливаем, а вот остановить-то его как раз могут, может все то, о чем я говорил, включая физические нагрузки. Итак, вы, пожалуйста, в день, помните, должны проходить, да, ну, по крайней мере, 2, 3, 4, 5, до 10 километров. Учитесь этому, если вам даже тяжело, с остановками, с отдыхом, вот смотрите как, вот я прошел там, скажем, по собственной квартире, те же самые 150-200 шагов сделал, устал, очень хорошо понимаю эту ситуацию, устал, значит, я присел и поделал вот эту гимнастику, немножко поработал, немножко больше дал кислорода, немножко, так сказать, оттянул от ног лишнюю венозную кровь с помощью этого упражнения, и становится легче, и становится легче, да, отдохнул, вот поделал эти упражнения, отдохнул 5 минут, и снова, так сказать, снова шаги за шагами, шаги за шагами, глядь, я уже могу выйти из квартиры, глядь, я уже могу ходить вокруг дома, да, глядь, я уже могу пройти по улице, или там соседний сквер и парк, и погулять там, и вот увеличение физической нагрузки будет приводить к тому, что ваш сахар опять начнет снижаться, не только под действием препаратов, которые назначены вам доктором, но и естественным путем, путем естественной регуляции внутренней жизни организма, вот что для нас с вами самое ценное, теперь, ну хорошо, мы походили, прошло какое-то время, я уже могу побежать, потихоньку, не торопясь, пусть, так сказать, я не пробегу сразу километров, пусть я пробегу всего лишь 200 метров, причем, пробегу, как вам сказать, наверное, это просто можно назвать быстрым шагом, чем бег, но это уже достижение, это значит, что вы вернули себе уже год жизни, по меньшей мере, понимаете, на год продлили собственную жизнь, уже, уже, что очень важно, понимаете, а вот теперь второй, второе, что мы должны с вами делать, приседание, ведь вы смотрите, ну хорошо, если у человека, не всегда же, так сказать, при диабете, у человека ожирение, лишний вес, нет, не всегда, совсем не всегда, но мышечную работу, он все равно должен делать, да, все равно должен делать, как правило, эти люди очень худенькие, сухие, и вот эту работу, им довольно сложно, ведь выполнить, да, довольно сложно, понимаете, надо, надо, какие-то усилия предпринять, пожалуйста, но смотрите, хотим мы или не хотим, даже сухонький человек, даже маленький человек, да, ну, скажем, вроде меня такого, субтильного, понимаете, так сказать, все равно он весит где-то 50, 60, 70 килограмм, а эти 50, 60, 70 килограмм, то надо ведь носить на себе, ногам-то, и, значит, следующий этап, физической нагрузки, он очень важен, в силу опять того, что первый адрес, на котором сказывается диабетический процесс, это мышцы ног, это наши ноги, сосуды ног, значит, нам надо с вами, что сделать, усилить нагрузку на мышцы ног, и на бедренные мышцы, и на голеностопы, и на икроножные мышцы, надо эту нагрузку усилить, как? Да просто, я присел, а потом медленно поднимаю себя, медленно поднимаю себя, даже если вот вы сейчас попытаетесь приподняться, да, приподняться на стол, так как я, понимаете, вы уже почувствуете, как напряглись ваши мышцы, а это физическая работа, физическая работа, которая опять требует и кислорода, и энергии, и мы опять с вами начинаем сжигать, вот эти застоявшиеся шлаки, которые есть у нас в венах ног, в сосудах ног, понимаете, мы сжигаем лишний, лишний сахар крови, опять сжигаем, опять это очень важно, более того, мы усиливаем движение лимфы, усиливаем движение крови, динамизируем этот процесс, а это значит вынос ненужного нам оттуда усиливается, улучшается трофика, то есть питание тканей, а это первая борьба с теми самыми, которые нам с вами грозят диабетическими, трофическими язвами, это вот усиливаем, это вот как называется, вот здесь начинается борьба с ними, их еще нет, их еще нет, но они нам грозят, а вот здесь мы начинаем бороться с ними, и чтобы этих язв не было, поэтому опустились спокойно, поднялись, то есть приседания, обыкновенные приседания, которые можно делать с опорой на что-то, но не в состоянии, скажем, если я опуститься сам, не придерживаюсь ни за что, но ради бога, я придержусь, я подстрахую себя за краешек стола, за спинку стула, неважно, за спинку двух стульев, опустился и поднялся, опустился и поднялся, не торопясь, не надо это делать на спор, на пари, не надо, ни к чему, понимаете, мы тут с вами догоняем нашу молодость и наше здоровье, это все так, но догонять нужно, не торопясь, для того, чтобы уже страдающее сердце не поставить, извините, в клинчевую ситуацию, с тем, чтобы не задохнуться, да, потому что диафрагма тоже не работает, легкие не работают, да, и с тем, чтобы, извините, так сказать, в ногах не возникли судороги излишнего напряжения, такое ведь тоже может быть, вот это все мы должны с вами, как бы, поэтому спокойно присели, поднялись, присели, поднялись, 10 раз, это сделали замечательно, опять отдохнули, опять подделали диафрагмой, вот это диафрагмальное упражнение, отдохнули, все, и снова пошли по кругу, снова 200-300 шагов сделали, и снова, и вот таким вот образом, вы начинаете возвращать себе, да, ну, если не иметь в виду сам диабет, здоровье, вы начинаете помогать вашему сердцу, вы меняете ваше мозговое кровообращение, вы снимаете лишнюю нагрузку, липидную, так сказать, вот то, что называется, сокращать, снижать уровень холестерина крови, тяжелого, понимаете, вот что очень важно, вот что очень важно, понимаете, вот это нам с вами очень важно, потому что это здоровье, причем это здоровье не только ваших ног, не только вашего сердца, это здоровье ваших почек, это здоровье коры вашей, это здоровье сосудистой, и таким образом, вот вместе со скепидарными ваннами и с этими нагрузками, ну, хотя бы, а потом это вот очень простое упражнение, которое, кстати сказать, если вы не можете вот специально делать это упражнение с диафрагмой можно делать очень просто смотрите вы поднимаете руки через стороны вверх вверх и тяните их вверх как можете хотите вы не хотите но вы подтяните диафрагму сюда да и подожмете ваш животик да и потом также медленно опускайте вниз только не забывайте при этом животик у вас должен быть выпучен да по йоговскому йоговской йоговскому дыханию выпучен немножко надо как можно больше набрать воздуху и снова это по сути то же самое диафрагмальное упражнение но только одно ну вам еще немножко позволяет потянуть позвоночник а это тоже работа это тоже работа которая требует энергии а у вас энергия это особенно у людей с избыточным весом накопилось много лишней который мешает вам от нее надо избавить она не помогает нам избавиться от сахара ведь посмотрите если у меня этого жира много запас энергии огромный клеткам то вообще по-настоящему это и глюкоза то не нужна я вон сколько понимаете вот ведь чем дело и надо потихоньку сбивать этот вот этот вот момент теперь сколько времени мы должны с вами делать вот физические упражнения каждый день каждый день я представляю себе сейчас человек который слушает меня и говорит боже ж ты мой но какое дело зачем я буду делать вот это вот все когда вон он был говорят вот прими это и без всяких забот без ничего все будет хорошо или прими это и и без всяких забот и не надо никаких упражнений делать и я что хочешь и все будет хорошо вот это самая большая ложь которую мы с слышим каждый день каждый день с утра до вечера нам рассказывать что это от этого лечит это от гриппа лечит все это от этого ли и так далее так и самое главное везде надписи ассоциации там стоматологов терапевтов гинекологов акушеров эндокринологов советует какая ассоциация чего она совет никто не знает но фраза сказано она же измените остается у нас с вами в голове то вот мы так на это и ловимся и ловимся понимаете она это ловиться как выясняется нельзя я понимаю почему сейчас вот идет такая атака на биологически активные пищевые добавки они не лечит ничего но люди при при людей уже приучили вас уже приучили к тому что вас лечит все время лечит поэтому и биологически активные добавки объявляются лекарствами не лечит и от миомы и от бог знает от всего лечит они ничего не они не лечат они биологически активные добавки они нам очень нужны потому что все что мы сегодня с вами производим для себя я сейчас беру нашу еду питание к сожалению оказывается недостаточным понимаете вот диабетикам я запретил бы вообще пользоваться полуфабрикатами и всяческими вкусовыми добавками вот всякие там сборы травок пряностей того другого все они все пусть работают на усиление аппетита а у нас с аппетитом и так хорошо понимаете нам бы от него избавиться поэтому пожалуйста лук чеснок морковка петрушка о которой мы с вами говорили до сельдерей укропчик который очень нужен для желудочно-кишечного тракта вот это наши добавки они не усиливают они просто облагораживают вкус и все а вот аппетит они не отрабатывают они не усиливают до такой степени что нам хочется и хочется и хочется есть а вот все что касается ароматизаторов вкусовые добавка прочее это не должно быть на столе диабетика не должно быть вот это пожалуйста вы тоже запомните я сейчас говорю достаточной степени откровенно не знаю как там дальше сложится всякие дела но мне честно сказать надоело служить это вот псевдо полезную болтовню понимаете по поводу того как это нам все помогает по ее и при этом даскать на одном канале нам рассказывать про то как это помогает на другом канале нам рассказывают как нас с помощью тех же самых вещей обманывают и заставляют есть лишнее тогда когда эту делать не надо не требуется все у нас есть с вами я из пищевых добавок раз уж мы коснулись этому я очень люблю одну и считаю что она она вот для диабета она фантастически нужна это полифит им вот это масло совершенно замечательное масло подготовила приготовлено микробиологическим путем путем ферментации живыми организмами 21 живой травы в этом масле есть и кальций есть цинк есть селен это масло есть железо то есть практически там есть весь комплекс микро макроэлементов необходимый для человека причем в дозах которые не могут нанести нам вреда потому что мы же с вами не знаем сколько у нас там цинка или сколько у нас там еще чего нам очень важно сохранить природный баланс вот биологических тех самых биологических веществ которые мы с вами так сказать получаем из этого масла вот я о нем еще две минутки наверное расскажу вам но это будет следующая передача в следующей уже встрече тогда когда мы с вами должны будем сформировать этап относительно голода расписать его и перейти к ваннам со скепизарными эмульсиями с тем чтобы закончить наш монолог о здоровье в ситуации диабета но всего доброго